в этом уроке я покажу как меняю цвет глаз цвет зрачков без линз фотошопе хорошо я взял загрузил одну фотографию тут один глаз вы можете использовать любую фотографию который у вас есть я показываю на свет светлоглазые фотографии то есть на заведомо светлому глазу потому что для темных глаз для карих принципы этому этот может не сработать хорошо значит принцип он следующий мы выделяем сначала зрачок а потом с помощью определенных настроек цветовых цветовой гаммы мы меняем его для того чтобы его выделить использовать несколько техниками я покажу самую популярную для выделения глаза поскольку зрачок он такой совершенно совершенно круглый то использует выделить и выделение форме овала круга нажимаем на shift если мы хотим чтобы он был пропорциональный весь если мы хотим что его позиционировать куда-нибудь на пробел нажимаем я кстати удерживаю shift позиционируем вот сколько нам нужно до какого размера где он где нам нужно если shift а попустить там то он немножко какая теряет свою совершенно совершенно овальную форму но так или иначе я и все равно использую для того чтобы выделить потому что то что останется извиняюсь выделенного то что будет выделено на то мы и будем влиять так все устроено фотошоп для того чтобы вот смотрите нам вот эта часть она не нужна нам нужен только зрачок поэтому ее нам нужно будет вычесть извините из ныне выделено вычитать можно любым инструментом выделения у них видите тут опции новое выделение добавить вычесть я использую полигонал асату для того чтобы вычитать вот у меня уже тут стоит на вычитании и вот таким вот образом я кликну там где не должно быть выделено чтобы остался только зрачок на enter нажимаете ой и так 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 на enter нажимаете вы видите вычела то же самое с верхней части нажимаем один раз кстати чем ближе вы делаете друг другу другу вот эти клики тем плавнее будет выделение иначе она будет такое степообразное то есть шагообразное такое нажимаем нажимаем брови мы оставим как они есть в смысле ресницы я извиняюсь как они есть и еще бы я вам посоветовал для именно этого можно сделать такой плавный переход а можете его и не делать таким уставить это зависит от вас как делается плавный переход как бы выделенное она границы свои делает такими плавными не резкими плавными если кликните на физер и зададите тут определенное значение 23 пикселя больше не стоит окей хорошо для с этим мы разобрались нам сейчас нужно менять цвет для изменения цвета можно использовать хен сатурэйшн то есть идете image adjustment можно использовать хен сатурэйшн лучше всего даже для этого можно использовать и другие инструменты для цвета коррекции но в нашем случае мы будем использовать хен сатурэйшн видите тут я меняю его цвет тут можно убрать вообще сатурэйшн чтобы глаз был черно-белый либо повысить его до предела чтобы он был чересчур ярким здесь меняется его освещен освещенность я посоветовал бы оставить на нуле и сатурэйшн мы меняем и таким образом меняется цвет глаз какой вам только удобно будет такой он и получится спасибо вам большое за внимание я еще собираюсь сделать наверное урок по тому как менять цвета у карри глаз потому что и там немножко от обратного будут все эти но в принципе вы я думаю уяснили и пожалуйста пользуйтесь на здоровье спасибо вам огромное до конца Субтитры создавал DimaTorzok